Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре очень необычное вино. Ну, чем необычное, потому что это лимитированная серия и выпущено очень мало бутылок и делал это вино по одной версии Олег Репин. Это очень известный крымский винодел. Итак, вот такая бутылочка. Смотрите, симпатичный дизайн. Это Сапирави, 18-й год. Агора. И это вино, выдержанное в американском и французском дубе 18 месяцев. Очень интересно. Лимитированная серия. Повторяю. Я его декантировал. Оно у меня сейчас в деканторе. Итак, читаем этикетку. Вейнмейкерс Соло Сапирави, 18-й год урожая, 18 месяцев, выдержанное в бариках. Из французского американского дуба. Авторское вино. Ну, Олег Репин. Красное сухое. Отлично. Читаем дальше. Место происхождения винограда Крым. Год урожая, 18-й. Так. После завершения процесса брожения, выдерживается 18 месяцев в дубе. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Алкоголь 13,5 и дата родлива 25-е, 12-е, 20-го года. Выпущено 6 тысяч бутылок всего лишь. И стоит это вино 1300. Но я его не покупал, мне его подарил директор магазина. У нас есть такой магазин фартовый. Говорит, возьми, попробуй. Сделай на него обзор. Может тебе понравиться. Ну, хорошо. Очень интересно. Агора. Черные камни. Блэкстоун. Мне очень понравилось ихнее вино. Посмотрим. Уже вылил все его. Так сказать, крымская Гранд Резерва. 18 месяцев, выдержка в дубе. Очень интересно. Хорошо. Цвет. Ну, цвет, как обычно, насыщенный, плотный. Вино вообще не прозрачное. Прямо какие-то чернила. Ну, нормально. Типичный с операми. Типичный с операми. Хорошо. Аромат этого вина. Авторское вино. В чем-то даже уникально. 18 месяцев. В Крыму умеет делать с операми. Аромат. Хороший нос. Очень хороший. Плотный. Типичный для с операми. Насыщенный. Вишня. Увяленая такая вишня. Черешня. Слива. Чернослив. Дым. Дуб. Прекрасный нос. Шикарный. Шикарный нос. Нечего сказать. Да. Цвет даже и сложно сказать, какого цвета. Ну, ладно. Да. Много копчения. Очень много копчения. Ну, хороший. Зачетный нос. Очень такой плотный. Интересный. Пора пробовать. Это вино. 13,5 алкоголя. Агора. Еще раз показываю. Очень симпатичный дизайн. Всего сделали три разных винограда. Это саперавин, кабарне савиньон и шардоне. Ну, шардоне я буду дегустировать скоро. Да. Мне очень нравится этот нос. Первый рот. Очень интересно. Ммм. Отличное вино. Прекрасное. Замечательное. Нечего сказать. Хорошая кислотность. Очень. Довольно-таки длинное. Продолжительное послевкусие. Ну, вино такое терпкое. Такое много специй. Вишня такая в коньяке. Чем-то. Вишня в коньяке. Вот такой вкус. Много. Чувствуется в нем еще инжир. В этом вине шелковица. Чернослив. Хорошее вино. Очень хорошее. Стоит свои денег полностью, целиком. Да. Недавно на Котель ТВ видел, как они дегустируют Сапирави. Массандра и еще какой-то там Шато Тамань. И вот как-то так звезды сложились, что у меня тоже теперь на обзоре. И мне захотелось попробовать хорошего Сапирави. И это действительно оказался очень хорошей Сапирави. Вино будет лежать. Вино с потенциалом. Ну, единственный минус, конечно, это то, что очень мало этого вина сделали. Всего 6 тысяч бутылок. Так что, если вы увидите, ребятам, запомните. Вот такое вино. Соло Вейн Маркер. Лимитированная серия Агора. Прекрасное вино. Прекрасно подойдет каким-нибудь хорошим, твердым, выдержанным сырам. Опять же, с шашлыком прекрасно будет гармонировать. Да. Спасибо директору магазина Фартовый. У нас в городе он один-единственный, что угостил меня таким прекрасным вином. Потому что его купить практически негде. Единственное, что я видел, продается у нас, так это Шардоне. Ну, Шардоне я уже прикупил. И буду его сравнивать скоро с Бильбеком. Тоже Бильбек Шардоне в Барьках. Ну, и Агора тоже Шардоне выдержанная 12 месяцев в Бочках. Будет очень интересное сравнение и обзор. На этом все. Пишем комментарии, подписываемся. До свидания.